Всем привет, вы на канале ТОП ТВ. Очень часто на камеру удается заснять такие моменты, что даже трудно поверить, что это произошло на самом деле. Если бы это не сняли на камеру, никто бы не поверил. Камера видеонаблюдения на заднем дворе запечатлела момент, как собака случайно прыгнула в замерзший бассейн и просто пропала под льдом. Владельца собаки и Стеннесси сразу бросилась на помощь, но довольно долго не могла найти своего питомца. Собака пробыла под водой около 40 секунд, и хорошо, что женщина все-таки увидела и спасла свою собаку. С ним все хорошо, он жив и здоров. А сейчас вы увидите самую смелую кошку в мире. Когда два голодных и злобных аллигатора выходят из воды, домашняя кошка Макси сразу бросается в бой, так она защищает мальчика, который стоит рядом. Это не кошка, а настоящий тигр. Вольер со львами залетела дикая утка, которая решила поплавать в их озере. В одной из львиц сразу включился режим охотника, она спряталась за камнями и готовится к атаке. В подходящий момент она атакует и утка оказывается в ее клыках. Самец лев начал проявлять к утке усиленный интерес, но львицы вместе старались дать ему отпор. Конец самой забавной, благодаря ссоре между львами утки удалось вырваться, но дальнейшая ее судьба неизвестна. Эти невероятные кадры были засняты в Таиланде. Там целые армии домашних уток гуляют по проезжей части. Даже не верится, как владельцу этих уток удается перегонять такие стаи, да еще и среди автомобилей. Вы когда-нибудь видели клыки самцов бобирусов? Это настоящая загадка эволюции, ведь они никогда не перестают расти. Эти клыки слишком хрупки, чтобы охотиться или добывать корм, и со временем они в конечном итоге скручиваются и проникают в собственный череп животного. Я вижу такое впервые. А тут ранним утром лиса пришла прямо под огражденный курятник. Она никак не смогла бы достать птиц, но глупая перепуганная курица сама решила сделать ей подарок и перелетела через ограждение. Лиса сразу за ней, и вот мы уже видим, как рыжая хищница несет курицу в зубах. Хорошо, что хозяйка вовремя выбежала, и перепуганная лиса оставила свою добычу. Курице повезло выжить. А дальше запись камеры патрульного офицера, на которой запечатлена аварийная посадка небольшого самолета прямо на автомобильную дорогу в штате Вашингтон. Можно увидеть, как самолет КР-2 летит над машиной офицера, после чего он разворачивается и следует за самолетом, который удачно приземляется в центре трассы, не зацепив при этом ни одной машины. Просто везунчик. А тут шокированный житель обнаружил гусениц, которые образовали круг в его саду и были очень похожи на инопланетных червей. Необычные кадры были засняты на юге Таиланда. Сбитый с толку житель никогда раньше не видел ничего подобного. Но на самом деле крошечных червей называют личинками грибных комаров. Круг образуется, когда ведущие личинки ошибочно сцепляются с личинками хвости своей линии, образуя бесконечную петлю. А вот как этот красивый журавль пытался прогнать крокодила со своего пляжа. Хотя крокодил спал и ничего не видел, журавль расправил крылья, чтобы казаться больше, осмелел и клюнул крокодила прямо в нос. Но это не сработало. Зубастый дернулся, но продолжил лежать, как ни в чем не бывало. А следующий момент произошел в южнокорейском аквариуме. Все посетители были очень удивлены, увидев, как большая акула ест маленькую. Похоже, что рыб там очень плохо кормят. Хищница довольно быстро проглотила свою добычу. Думаю, все уже видели, как косяк мелкой рыбешки защищается от хищных рыб. Все они двигаются как единое целое, и поймать хотя бы одну рыбку очень трудно. Вот такая же тегика защиты, только в воздухе. Стая скворцов оборонительно реагирует на нападение хищного ястребя, который так и не смог поймать в себе добычу. А для этого домашнего пса встреча с леопардом стала последней в жизни. Леопард перепрыгнул через высокий забор дома, а возвращается уже с собакой в зубах. А вот момент невиданной до сих пор дружбы, заснятой в лесу. Чтобы не замерзнуть, дикий кабан лежит вместе с оленями, и они греют друг друга своими телами. Даже не верится, что такое бывает, но как мы видим, это возможно. Дальше невероятные термитники, огромные сооружения, которые могут светиться в темноте. Причиной этому являются не сами термиты, а маленькие личинки огненосных жуков-щелкунов. Личинки щелкунов обитают в наружных слоях термитников, что и вызывает свечение сооружений. При помощи уникальной способности светиться они приманивают насекомых, которые становятся их жертвами. Но у термитов есть один главный враг – гигантский муравьед. У него плохое зрение, но настолько чувствительный нос, что он может различать, какие виды термитов живут в насыпи. После обнаружения источника термита, муравьед когтями врывается в насыпь, а потом использует полуметровый язык, чтобы добраться до любимого лакомства. В среднем за день гигантский муравьед может съесть 35 тысяч термитов. Дальше красивая птичка из семейства Бульбюлевых. Она покормила своих птенцов и отправилась за следующей порцией еды. Но случилось ужасное, гнездо заметила кукушка. Когда хищница приземлилась рядом, птенцы сразу же подняли голову, чтобы получить еду, но на этот раз едой станут они сами. Кукушка хотела съесть сразу двоих, но один упал на землю, а второго она проглотила. Выглядит ужасно. Удивительный медведь, который ходит как человек, получил прозвище Педали. Его часто замечали в штате Нью-Джерси, и он почти всегда ходит только на задних лапах. Прозвище Педали подходит от слова «двуногий», что означает, что он ходит прямо как человек. Все из-за травмы передних ног и стоять на четырех ему очень трудно. Педали совсем не агрессивные, он просто ходит по округе в поисках пищи в местных мусорках. Дальше очень печальная история пяти новорожденных львят и их мамы. К их укрытию приблизился слон. Львица сразу начала уносить малышей подальше, но у нее не вышло быстро это сделать, и слон повредил одного львенка. Когда мама начала вылизывать малышей, заметила, что с одним не все в порядке и произошло ужасное. Сумасшедшая львица решила его просто съесть. Такое я вижу впервые. А сейчас вы видите редкие кадры райских птиц, на которых самец показывает странный танец своего ухаживания. Исследователи смогли подтвердить, что редкая райская птица является новым видом. Когда их рой собирается на дереве, они используют очень интересную тактику противоз. Это эффект волны, который называется защитным взмахом. Пчелы во внешнем слое поднимают брюшко на 90 градусов вверх и синхронно встряхивают его. Это может сопровождаться поглаживанием крыльев. Эти волнообразные узоры сразу же отпугивают ос, которые слишком близко приблизились к пчелам. А эти кадры попали на установленную в лесу видеоловушку. Прямо перед камерой пума атаковала и задушила оленя. Дальше хищная кошка старалась его спрятать, присыпав землей и опавшими листьями. Когда стемнело, она привела к добыче своих малышей, которые наверняка впервые в жизни видят такой большой кусок мяса. Вот еще один впечатляющий момент. Питон карабкается на дерево, обвиваясь вокруг ствола. Случай тоже заснят в Таиланде. Местный житель сказал, что питоны таким образом охотятся за едой, которая случайно окажется под деревом. Дальше очень печальный случай. Олень с большими рогами переходит в водопад по скользким камням. Он поскользнулся, но успешно перешел на другую сторону. Через минуту за ним начали следовать самки, но камни оказались очень скользкими. Олениха не удержалась и падает с этих высоких скал. Очень жаль, но после такого падения выжить она точно не сможет. Наездник попытался прокатиться на строптивом скакуне, но думаю он сам не ожидал, что у него получится такое сальто. А вот и забавный случай заснятый в Коннектикуте, США. Медведица переводит через дорогу своих четырех медвежат. Она взяла в зубы одного, а второй сразу побежал за ней. Третий тоже оказался смельчаком и перебежал дорогу сам. Четвертый оказался самым трусливым, он ждал пока за ним не придет мама. В конце все начали бегать в разные стороны, но медведица справилась. Дальше сумасшедший дятел, который немного психанул и почти полностью стесал ствол дерева. Непонятно сумел он найти в дереве личинки или нет, но он так увлекся своей работой, что даже не убегает, когда к нему подошли люди с камерой. Настоящий Камикадзе. Понравилось? Ждем от вас подписки и колокольчика. До встречи!